книга открытым оком вопрос 1902 седьмой том тема болезнь много молитв о здоровье это и понятно что без здоровья ты никому не можешь быть нужен но всегда ли нужно непременно добиваться чтобы бог услышал и наступила выздоровление отвечает игнатий тихон чулакин мы не знаем что за этим последует и куда мое здоровье повлечет мою душу нужно довериться богу и быть благодарным за все выздоровел раз-другой но когда-то же должен быть сбой в этих молитвах и мы должны исполнить определение божие возвратиться не на работу и на рыбалку на паломничество а в землю уйти сирахова 14 18 всякая плоть как одежда ветшает ибо от века определения смерти умрешь исаи 38 1 в те дни языке языки заболел смертельно и пришел к нему пророк исаи сын амосов и сказал ему так говорит господь сделай завещание для дома твоего ибо ты умрешь не выздоровеешь бывает что уже произнесенный эпикрис бог объявляет закрытием бюллетеня и выходом на работу примеры жития святых геннадий костромской 23 января но другой день епископ перед всеми людьми просил преподобного наставник пустынный преподобный отец геннадий моли за нас милостивого бога чтобы он облегчил мне телесную болезнь и исцелил недуг ноги моей преподобный сказал святителю человеколюбивец бог помогает от скорби и целит недуги душевные болезни телесные и облегчает немощь страдающим людям и не наше это дело великое господин мой святитель все возможно от бога а от человеков ничто вот ты господин мой теперь уже здоров от общей скорби телесной нога же твоя пусть напоминает тебе о последнем часе и не исцелиться до последнего твоего издыхания мир тебе господин мой святой отче иринарк ростовский 13 января диакон ануфрий был в то время сильно болен лихорадкой так что мучивая злобом влезал в печь чтобы согреться слава тебе боже